МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждая партия товара перед отправкой прошла документальный и лабораторный контроль. На экспортную продукцию были представлены ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Пломба на экспортную продукцию поставлена. Раскрыть ее имеет право страна, принимающая товар. Это заключительная часть, но перед тем, как ее поставить, продукту необходимо пройти ряд этапов. Порядок и правила процедуры отгрузки молочной продукции четко прописаны и требуют контроля. Его проводят специалисты Северокавказского управления Россельхознадзора. За два месяца 2023 года на территории Карача-Черкесской республики Северокавказским журнальным управлением Россельхознадзора проконтролировано около 228 тонн молочной продукции, направленной на экспорт как в Ухулю по Абхазии, Казахстане и Азербайджан. Больше всего молочной продукции направлено в Абхазию – это 225 тонн. Где-то тонна 200 в Казахстане и тонна 380 килограмм – это республика Азербайджан. Специалисты Россельхознадзора проверяют ветеринарно-сопроводительные документы, в том числе в электронном виде, отображенные в системе Меркурии. В рамках проведенного мероприятия ранее Россельхознадзор и Агентство пищевой безопасности Азербайджана пришли к следующему. Азербайджанская сторона сообщила следующее, что молочная продукция, которая направляется в республику Азербайджан с 1 января 2023 года, то, что касается упакованной промышленной упаковки, на этикетке должна отображаться информация о продукции на иностранном языке с переводом, с названием продукции и на азербайджанском языке. Те же самые требования будут предъявляться к упаковке, отправляемой в розничную сеть. Кроме того, не допускается информация о ложных сведениях, лечебных или диетических свойствах продукта, не содержащих специальных добавок. В итоге, в ходе досмотра груза и самого транспортного средства, специалисты управления Россельхознадзора нарушений не выявили. Стартовал отбор заявок на компенсацию части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса. Речь идет о субсидировании исключительно экспортной деятельности. Производители и поставщики сельхозтовара, в том числе экспортеры, смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции агропромышленного комплекса, поставки которой были осуществлены в конце 2022 года, а также в первом и втором кварталах 2023 года. На субсидирование запланированы средства в размере 7 миллиардов рублей. Эта мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности России. Заявки принимаются на цифровой платформе «Мойэкспорт». Отбор продлится до 1 ноября 2023 года. Российский экспортный центр объявил о старте обновленной программы бесплатной сертификации, сделанной в России. Что это такое и зачем нужно? Ну и какая цена вопроса? Об этом рассказал начальник центра поддержки экспорта «Мой бизнес» Корчаева-Черкесии Рамазан Курджиев. Сертификат, сделанный в России, дает право нанесения на товара знака соответствия птички в цветах Триколора. Кроме того, информация о компании и ее продукции появится в мультиязычном каталоге «Маден Раши». Проект реализует российский экспортный центр. Программа призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика. Она объединит экспортеров и производителей конкурентоспособной продукции с улучшенными характеристиками качества и безопасности под единым национальным брендом, сделанным в России. Ее участником может стать компания из любой отрасли – ни сырьевого, ни энергетического экспорта. Российским компаниям, получившие добровольный сертификат, помогут в дальнейшем для продвижения их товаров на зарубежные рынки. Я убежден в том, что наши предприниматели, наши предприятия вполне готовы и рекомендую вообще им обращаться для получения данной сертификации. Почему? Потому что это дополнительный инструмент продвижения их продукции за рубежом. Это льготное продвижение информации о компании. Льготное имеется в виду на льготных условиях. То есть это какие-то бесплатные рекламные и промо-акции, которые она может использовать для популяризации своей продукции. Компания, желающая пройти сертификацию из нашей республики, уже есть. Сейчас она проходит процедуру аккредитации. По ее итогам будет выдано результат. Он будет положительным, говорит Рамазан Курджиев, так как все необходимые документы она предоставила. Будем надеяться, что этих компаний будет больше. Будем стараться привлекать большее количество организаций для получения данной сертификации. Категория, к которой должна относиться компания или предприниматель, не ограничена. Единственное ограничение – это то, что компания должна относиться к сектору ни сырьевого, ни энергетического экспорта. Это единственный критерий. Но есть несколько условий для подтверждения и соотнесения к той или иной категории. И здесь делают акцент на надежность, энергоэффективность, экологичность и органическое происхождение производимой продукции. Значение предпринимательства как одного из главных экономических факторов производства. Особенности людей, занимающихся предпринимательской деятельностью. А еще есть ли потенциал в развитии экономики у нынешних студентов. И что нужно для успеха в бизнесе, рассказал доктор экономических наук профессор Шагабан Татаркулов. Собственный бизнес – мечта многих людей. К счастью, сейчас предпринимательство доступно практически каждому человеку. Хотя многие опасаются начинать свое дело, поскольку вокруг бизнеса вьется много страхов, стереотипов и рисков. Для развития предпринимательских способностей у студентов необходимо создать эко-среду для формирования стартапов. Больше внимания уделять самоподготовке будущих предпринимателей. Ну а главное – умение достичь поставленных целей. Можно выделить три слагаемых успеха. Прежде всего, упорство, определение целей и сосредоточение усилий. Прежде всего, все для клиентов. Основным ведущим звеном успешного бизнеса является клиент, ради которым мы работаем. Привлекательность продукта, который создается бизнесменом. Третья позиция – это надежные партнеры, с которыми нужно работать. Подбор и мотивация кадров, с которыми вы работаете, персонал, который здесь работает. И постоянное движение вперед. Потенциальные предприниматели должны продумать, насколько подходит их место расположения для развития бизнеса, которым они хотят заняться. Диссертация моя была посвящена социально-экономическим вопросам развития субъектов федерации. Восстал вопрос о том, что экономика – это чистое понятие. Оно не разделяется ни на национальности, ни на регионы. С чем я был противником. Сегодня сложно себе представить развитие свиноводства в Дагестане. Есть проблемы? Есть. Точно так же в зависимости от территории, природных условий, природных ресурсов. У нас, безусловно, приоритетными являются определенные виды деятельности, которые должны учитываться предпринимателям, если они согласны, уже готовы заняться бизнесом. Шагабан Мусаевич считает курс лекций студентам из разных отраслей экономики. Многие из учеников в будущем имеют решимость заняться бизнесом. И делают это с успехом. Сегодня надо исходить из того, что 95% из созданных предприятий в течение 10 лет закрываются. О чем это говорит? О том, что сегодня не каждый человек в состоянии организовать производство. Это достаточно сложный процесс. И в этом, на мой взгляд, нет даже необходимости. Сегодня любой бизнесмен, опираясь на свои возможности, старается создать бизнес. Основная его цель – заработать. Основная его цель – получить прибыль. И с другой стороны возникает проблема, что существуют государственные органы власти, которые должны создать условия, чтобы этот бизнес процветал тот или иной вид деятельности. Надо отметить, что современное поколение студентов прагматично, реалистично и нацелено на практику. Сегодня поменялась сама ситуация в мире. Сегодня большинство живут в мире интернета. И те примеры, которые часто приведутся как наиболее успешным, а обычно останавливаются на них, определенные легкомыслия в подходах организации бизнеса, безусловно, складываются у молодых людей. Нужно всегда помнить, что за провалами следуют взлеты. Просто не всем хватает сил подняться после очередной неудачи, отряхнуться и идти дальше. Первая позиция – это знание предмета, то есть что мы будем производить. Вторая позиция связана с какой форме человек предполагает свою деятельность, ибо важным вопросом является количество работников, распределение задач. Очень большой проблемой является психологический фактор, связанный с тем, что человек хочет сделать все. В бизнесе так не бывает, у вас должны быть партнеры, с которыми вы работаете. Знание экономических основ. Конечно, для достижения успеха в бизнесе можно обнаружить, что универсального секрета нет. Однако триумф не приходит сам по себе, поэтому нужно пробовать. Март – традиционный отчетный месяц. Он завершает первый квартал. К тому же в 2023 году несколько изменился порядок и сроки отчетности, и уплаты взносов. Не запутаться в нововведениях и вовремя отчитаться по налогам и сборам поможет календарь предпринимателя. До 15 марта организации и индивидуальные предприниматели, привлекающие работников, уплачивают в социальный фонд взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль. До 27 марта переносятся налоги, ранее уплачиваемые 25 числа организации и индивидуальные предприниматели, привлекающие работников. До 28 марта уплачивает налог те, кто привлекает работников в свой бизнес и самозанятые. Они вносят налог на профессиональный доход за февраль. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесия нашла в нашем выпуске. Всех вам лак, выгодных вложений и безграничных возможностей. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok